Дабы подстегнуть интерес покупателей кроссоверу Outlander, который в скором времени сменит генерацию, марка Mitsubishi выпустила особое черное исполнение. Его продажи стартуют 1 сентября. Версию Black Edition предложат для двух самых популярных комплектаций – Invite и Intense Plus – с двухлитровым мотором и полным приводом. Доплатить за черный пакет придется 65 тысяч рублей. К внешне Mitsubishi Outlander Black Edition отличают окрашенные в черный цвет элементы обвеса, радиаторная решетка, рейлинги на крыше, корпуса боковых зеркал и, конечно же, колесные диски 18-го, между прочим, диаметра. Любопытно при этом, что японцы предлагают два варианта цвета кузова – не только черный, но и перламутровый белый. Небольшие изменения произошли и в салоне кроссовера. Так дизайнеры добавили черную отделку потолка и красную прострочку на обивке кресел, рулевого колеса, селектора коробки передач и передней панели. Из прочих новшеств – сидения, обшитые водоотталкивающим материалом, и дверные накладки под карбон. Никаких особых опций у Outlander в черном исполнении нет. В распоряжении водителя – система помощи при подъеме и экстренном торможении, зимний пакет, круиз-контроль, поясничный подпор и многофункциональный руль. В комплектации Intense Plus доступна мультимедийная система Яндекс.Авто. Ее можно синхронизировать со смартфоном или использовать автономно. Софт предоставляет доступ в интернет, строит маршруты и отвечает за музыкальное сопровождение. Отдавать команды медиакомплексу можно как посредством сенсорных клавиш, так и голосом. Напомним, что с начала 2020 года кроссоверы в исполнениях Invite и Intense Plus также оснащаются умной трансмиссией, которая ведет свое родословное от легендарного Lancer Evolution. В случае заноса она помогает выровнять траекторию, подтормаживая внутренние колеса. Вероятно, Black Edition станет последней спецверсией для Outlander текущего третьего поколения. Известно, что его в основу ляжет модульная платформа родственного кроссовера Nissan X-Trail. Однако другие подробности японцы пока держат в секрете. Ну что же, будем с нетерпением ждать следующий Outlander, который по предварительной информации дебютирует уже этой осенью. Однако до нашей страны он доберется, скорее всего, не раньше следующего лета. Ведь прежде чем выводить новинку на рынок, нужно еще перенастроить производство на Калужском заводе. А это, сами понимаете, тоже время.